Вот этот телёнок отелился у нас в середине февраля, где-то в числах 20-х. Бычок, он как производитель, в принципе. Крупный, нормальный бычок. И таких телят в племенном заводе села Большая Джалга уже больше 60. Почти каждый день на свет появляется один такой детёныш. Отёл на Ставрополье идёт полным ходом. С февраля по апрель животным, да и зоотехникам края отдыхать не придётся. На данный момент растелилось 64 головы. Всё, сохранность стабильная, стопроцентная. Есть, ещё будет нотелиться 30 голов. При рождении каждому телёнку присваивают индивидуальный номер. Эти бычки самые взрослые. Им уже около трёх месяцев. На кормёжке молоком они пробудут около полугода. А когда уже полностью окрепнут, их продадут. Коровы же останутся в хозяйстве, чтобы пополнять стада и в следующем году. Вместе с телятами увеличивается и поголовье ягнят. В этом хозяйстве края на свет появилось уже 700 малышей. Здесь у овец настоящий роддом. Малыши обычно появляются на свет по одному. Но иногда бывают двойни и даже тройни. С мамой они пробудут всего несколько дней. А потом отправятся в детский сад. Матка утром покормила ягнят. Матку выпустили. В обед опять запустили. Она покормила. И так же три раза в день. На ночь она находится вместе с маткой. В таких условиях ягнята пробудут ещё около 10 дней. После малышей уже начнут приучать к взрослой пище. Сену и отрубян. А с наступлением тепла уже подросших ягнят выпустят на просторные зелёные пастбища. К слову, Ставрополье находится в тройке лидеров по численности поголовья овец и коз в стране. По данным Краевого министерства сельского хозяйства Края, наш регион производит 9% всей российской баранины и 13% всей шерсти. Продукция идёт не только на нужды ставропольцев. В соседних регионах давно знают – ставропольская значит качественная. А с гордостью краевых зоотехников познакомились Виктория Шкальная и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.